Сопка Бурачка уже давно имеет статус местной достопримечательности, но когда объект победил в голосовании среди жителей в проекте формирования комфортной городской среды, его благоустройством занялась Дирекция общественных пространств. Мы с вами находимся на Сопке Бурачка. Это одна из главных и самых высоких видовых город Владивостока. Ее видно практически со всего центра. И, как вы видите, здесь еще есть большая водонапорная башня, наша достопримечательность. И в прошлом году люди выбрали эту территорию как приоритетную для благоустройства. И мы делаем как раз первый такой уникальный проект. А уникальность в том, что именно отсюда открывается панорама почти на весь город. Да и обустроенных видовых площадок у нас практически нет. Названа вершина в честь русского адмирала и первого начальника военного поста Владивостока Евгения Степановича Бурачка. Его фамилии часто допускали ошибки, а сам он утверждал, что ее нужно склонять. Поэтому сейчас одна из самых высоких точек города известна как Сопка Бурачка. Трудоемкую и сложную работу на Сопке ведут строители. Место труднодоступное, техника на Сопку проехать не может, поэтому многое приходится делать руками. Это и уникальный проект с точки зрения работ. Потому что все работы, так как это крутой подъем, все работы делаются вручную. То есть вручную и бурится свая, и вся работа на плечах рабочих. Сопка Бурачка любима местными жителями. Заботливые горожане высадили здесь деревья и кустарники. Проектировщики этот факт учли и сохранили все зеленые насаждения. Останется на своем месте и водонапорная башня, как исторический объект. В скором времени здесь появится освещение, видеонаблюдение и даже Wi-Fi. За территорией будут ухаживать и после благоустройства. Увидеть город с высоты птичьего полета можно будет уже этой осенью. Завершить работы планируют в начале сентября. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.